привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это mass effect легендарное здание 3 мы с вами спасаем студентов нам все время говорят нажмите escape нажмите отряд распоряди до распределите же вы уже очки возможно мне так и надо сделать и я хотела качать себе удар удар хотела я себе качать вообще-то и без того сильны но давайте сделаем его еще сильнее так осталось три что мы можем сделать бросок отлететь он с нами пока лиара пока что ляра пока что я не буду ничего распределять так что у нас там сузи сузи себе добавила так что мы ей сделаем неограниченные и и сколько там нам надо было 6 вот как раз мы это сейчас ей повысим что было все по максимуму так урона на семи техническим умение напарников и длительных из действия техническими у нас технических то и нету задержка восстановления счета какие у нас технические умения ладно приобретаем потому что я бог его знает может у нас еще кто-то будет из техников и так у ляры тоже есть два очка на это нам тут больше нечего делать подтверждаем подтверждаем и продолжаем и так джек вот она джек с нами пока что вроде бы шепард 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 не делаем нет вот клавиатура шепард клавиатура клавиатура это шепард прошу познакомиться вы оба заедаете иногда надо было сделать что надо было во первых давайте-ка я тут еще побегу обыщу все вот тут же у нас есть да вот такой светится а свет что у нас светится у нас светится свет и так вроде бы как бы надо это все так записи важно ага пенгли это мы читали про пенгли и как я сказала надо еще посмотреть что за пенгли где этот пенгли и обратить внимание на этого пенгли пошли наверх пока что ничего не вижу так кто из вас пенгли а ну-ка неужели на самом деле отсюда выберемся конечно прости кто из вас пенгли застрелю на месте значит училка работала с капитана шепардом это круто а вот и пенгли а почему она никогда не рассказывала сейчас подожди пенгли мы тебя пристрелим только ручной это самое так что умовая винтовка патроны песок с тобой все будет хорошо вот и я не скрою бегаю трус целую и все со мною хорошо потому что я песок поверить не могу что вы работали вместе с нашим учителем если вы оба здесь у нас есть шанс так пенгли скажите когда понадобится когда свалим отсюда пойду на пляж то подождите как он хорош трепаться пенгли эндых ох бренгли вообще-то он а тот был тоже прыгали стреляя в него шепард что надо в него стрельнуть черт ладно не будем пока что как так просто вы тут слишком слишком много этого шума у вас тут студенты ладно я думаю что прингли себя проявит а может и надо было его пристрелить и так двери ручные куда мне си и да там сервера так просто и где-то дверь через которую надо пройти это здесь а ну вот же стоит тут джек джек пойдем или ты так и будешь то стоять джек нас какой-то бабский батальон всем быстро готовы мы войдем первыми и примем на себя их огонь следом по второму уровню ударим по этим врагам сверху хорошая стратегия так курсанты укрыто от прямого огня цельтесь получше берегите себя ладно я тренировалась для того чтобы мы сейчас могли не для того чтобы мы могли помреть так что не высовываетесь солдаты альянса вам не помогут они могут погубить вас давайте без боя и никто не пострадает так прыгали досранец проклятие они обращаются ко всем курсанты нужно переключить инструмент роны на приватный режим а что если они говорят правду алё ты чё вы ведь уже сражались с цербером для вас это тренировал лучший специалист вас ладно родригес они такие вежливые только потому что прошлый раз ты их напугала пора учим гада покажем что еще есть порох пороховницах понятно но она сказала правда не про порох пороховницах а что-то по поводу бубенцов и жоп порванных как-то так я могу перевести этот английский сленг есть блин шепард смотри там есть какая-то хрень мы можем здесь спрятаться наверно нет для них однако грустная по довольно закапивать это afflict н пол они общ использ в Кто там так мелко дробит? О! Стой, подожди, мне для тебя нужна ачивка. Блин, не вышло. Ладно, шепард, не будем упендриваться. Ну, вылезай. О, нет, все-таки ачивка, подожди. Не, без снайперки этого не получится. О, нет, не, без снайперки. О, нет, не, без снайперки. Мы можем пройти эту область. Что, что? Короче, в какую-то арею мы еще можем пройти. Сейчас пройдет, шепард. Бегай. Бегай, шепард, как ужаленный. Потому что нам надо посмотреть, что мы можем прихватить. А мы явно что-то можем прихватить. Нет? Что это было? А, вот нумератор щита. Какая хорошая штука. Ребята, не кряхтите. Это нам надо. Далее. Так, здесь ничего. Ну что-то здесь должно быть полезное нам, нет? Блин, как это пугает. А у них тут красиво. Слушай, подожди, а как я сюда-то попаду? На эту сторону. А могу тут перелезть? Очевидно, нет. Очевидно, это делается так. О! Разбор задания. Важная цель. Пенгли и Родригес. Остальных доставить живыми. А, Пенгли и Родригес. Ага. Если это возможно. В противном случае доставить сила для генетических экспериментов. Дополнение. Подопытную ноль доставить для дальнейших экспериментов возможного кондиционирования. Психологическое профилирование покажет, что наиболее эффективная тактика будет взять со студентов-заложники. Ага. Мы в Атрионе. Я вернусь обратно к челнокам. Встретимся там. Блин. Что это? Компьютер. Так. Неплохо, Прэнгли. Угу. 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 У тебя вообще разорвать с нафиг. Так. Улетай. Вот. Еще нет? Еще не улетел. Лети. Шепард, ты промазал. Угу. Угу. где-где-где-где зараза о блин как же не не хватает этой да тут трудно конечно попасть замочную сложенную да ладно так это народ где-где-где-где-где-где-где-где о блин я опрометчиво когда вы успели это поставить я тебя брошу зараза родригес ранили в руку потому что она не следила за барьером капитан я добралась до челноков сервера правда все они тут чего-то троллевали мы все летели подожди мы это смотрели да атака подождем не мы были на той стороне теперь на этой окей короче до челноков добрались ладно пошли так тут еще наверху что-то было ничего ладно так что у нас тут есть красота вас тут однако проклятие всем отступить в отсек для шаттлов впечатляющий барьер ваших записи сказано что ты работаешь над щитами это ручное многоядерное решение оставлено на технологии а меня зовут октавия можешь сдаться намерно так джанна в шаттле мы давайте-ка сразу не будем их выслушивать не будем их выслушивать не знаю кто вы но держитесь подальше октавия а вот и октавия а это вот эти наши предатели это и есть наши предатели так октавия я шепард из альянса я здесь чтобы помочь предстоящего я не верю квадратный корень из таранта равен 30,1 здравствуйте капитан шепард ты его знаешь да он спас меня от сервера послал меня сюда все стало тихо это дэвид татчер мы его спасли когда были в этом короче во втором масса ты отлично справился справилась курс антибиотики там наверху оставайся с ними они тебя выведут хорошо и да спасибо а нет я о привет дэвид он теперь выглядит куда более здоровым я тебя помню ты компьютер нормандии прости не надо извиняться да он был бедный там подопытно сидел там подключены глаза постоянно открыты грисомская академия было хорошо да я считал что-то конкретное число дней которые живу благодаря тебе пост охрана я взломал замок оружие много оружия до свидания по моему он остался каким-то не совсем в себе но он жив и это главное а мы давайте когда бежим в эту сторону посмотрим что у нас тут есть вот это же нам пригодится нам же надо еще покупать рыбок и хомячков вот к тому же мы накупили кучу ненужного оружия но тем не менее так продолжим нам либо сюда или туда называют сюда вообще-то да но мы сходим и туда и сюда здесь у нас что то есть так во первых улучшение оружия во вторых мотыга мы находили что-то еще из какого-то оружия так ладненько все и она у меня команда такая разносит просто просто разносит на 1 но не будем увлекаться потому что это ну как говорится не будем зазнаваться сейчас разносит а потом могут они разнести похоже на схемы интерфейсов усиления не такие хорошие как у нас но посмотреть стоит ну мы посмотрели и аж сюда то не могу я про то вот что стоит залезть сюда ну водить к дадите к это счет и чего так страшно все это или я могу то через эти горящие кресла перелезть наверно да вот это просто такая точка невозврата потому что обратно мы уже они можем и так что у нас тут нагрудник совет саироса что еще у нас тут хорошего есть суда и сюда мы тоже так странно ну ладно ты пинцет так то бортовой инженер шепард давай кого сразу почему у нас так тут ничего не восстановилась еще раз важная цель студенческий номер такой-то родригес статус захват приоритет альфа доставить живой любой ценой объект ценят благодаря высокой обучаемости несмотря на ограниченное биотические способности считаются пригодными кандидатом для одурманивания и модификации в рамках программы phantom так ну подожди может быть они еще не успели их ладно я могу влезть в открыть может быть они я зря может быть они просто не успели его это самая дурманить аптечка у нас кстати минимум аптечек нам надо бы аптечку с я вот это путь ой тут все разбито однако народ я прошу прощения вы ко мне это только близко не подходите а как стрелять x выйти f ближний бой а где наши а где не наши это наша что такое вы шепер бегите за так слушай знаешь чё давай-ка я выхожу я не у не очень в этом не очень не это а берегите зад не сказали короче вот так будет проще нам а 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 рос а а да не без а а а лети опа 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 а 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 мне нужно патрона челнаки почти готова где 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 народ а они что сели в этого что ли вы мира так взрыв взрыв а 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 Продолжение следует... Давай-ка побегаем, здесь нам ничего нужного нету, что это, что это, полимет, пустолет, скорее команда, команда, скорее, скорее, команда, бегай, обыскивай, эпично, эпичная музыка, эпичная музыка, да, что-то не понравился мне этот атлас, честно говоря. Тут, рядом с этим памятником... Ага, а то... Джон Грисом, основатель Академии. Привет, Джон! Все? Да, похоже, что мы отстрелили всех. Ну и будем надеяться, что нашли все, да? Кейли, челноке разблокировано. Бери управление, сажай курсантов на борт. Стоп, где Родригес? Не-не-не-не, нельзя Родригес, Родригес нельзя, она... Ее иначе за... Это... Ее нужно прикрыть. Нужно что-то больше. О, молодец, Джек, блин. А че, оставшихся не добили? Ну, не важно. Как говорится, всех все равно не добьешь. Ух... Джокер, мы вылетели на челноке от сербера. Не сбей нас. Да, вижу вас на датчиках, уже скоро. Спасибо, капитан. Не будь вас, мы бы не выбрались со станции. Да, хвост с ними, мы всех надрали. Как причалим всем себе сделайте наколки за мой счет. Что набьете? Символ пути, свящийся кулак, может быть, единорога для Родригеса? О-о-о. Да идите вы! Поверить не могу, что они живы. Я хотела... Но, похоже, все уже готовы. Так, ну что, используем их в качестве поддержки? Да. Определенно готовы, но Альянсу они нужны в качестве прикрытия. Что? Мы обучались артиллерийскому делу. Артиллеристов у нас хватает. Нам нужно усилить передний край. Что за бред? Эй, раз уж мы нужны там, то пойдем туда. Да и там, я думаю, нам пострелять выпадет. Капитан, наблюдаем вас визуально, готовы принять. Джек, раз ты теперь в армии, будешь в армию носить? Или тебе офицерские значки наколят? Ай, да иди ты в полетный отсек. Это как понять? Джек обещала следить за речью, чтобы показать профессионализм, который ждут от учителя. А копилку сделала там пятачок на материю... Чего? Ладно, детки, заткните уши. Эй, Джокер, иди... Она ему все сказала. Детки заткнули ушки. Шепард, провалиться мне, если ты не отрада для усталых глаз. Я тоже рада освидеть, сэр. Сэр, я тебя восстановил звание, но это не дает тебе право со мной формальничать. Тогда я рад, что ты уберег свою задницу, Андерсон. Так-то лучше. А ты время даром не теряешь. Уже в работе? Страшно подумать, что стало бы с этими детишками попадение в лап от Сербера. Они явно готовы помочь. Эти студенты лучшее, что может предложить человечество. А мы бросаем их в битву, черт возьми, ненавижу эту войну. Об этом Хакет не рапортовала. Келли Сандерс в безопасность, она с новобранцами. Спасибо, Шепард. Когда я услышала об этом нападении, я и так немало друзей потеряла. Она просила меня передать вам, держитесь. Вот как. Спасибо, Шепард. Это первая хорошая новость за неделю. Конец связи. Вообще-то, Шепард, можно было передать немножко больше, чем просто держитесь. По-моему, так именно обстоят дела. Ну, как есть, так есть. Тю, так. Ну что ж, миссия выполнена. Куда бедно. Давай-ка посмотрим, что у нас тут в боевом терминале. 1493. Так, у нас добавился управляющий Гроттон. Ага, это из батарианцев. Крыло истребителей Ворка Дьявола. Недавно сформированное подразделение, состоящее из Ворка, в которых турианцы и люди обучали управлению истребителями. Несмотря на свою молодость, дьяволы обладают предельной целеустремленностью, а также удивительной дисциплиной по мерам Ворка. Когда началось вторжение на их родную планету, дьяволы сражались отчаянно, но приказу отступать повиновались. Поэтому их соединение уцелело при том, что каждый из пилотов мечтает отомстить противнику. Ну, Ворки те еще, конечно. Вот они, рабочий отряд Ворка. Специально обученные Ворка занимались обслуживанием и калибровкой оборудования в небольшом исследовательском комплексе на орбите Тайрикса. Подобные специалисты среди Ворка, хотя редко, но встречаются. Другие народы готовят их для выполнения высокоточных задач, которые Ворка даются легче за счет чувствительной нервной системы. Кроме того, они легко переносят солнечную радиацию, что может быть весьма полезно там, где сооружается горн. Нет планеты, чья магнитосфера смогла бы защитить строителей. Вот, смотрите-ка, Ворки, Ворки и ликвидные средства. Невозможно победить на войне без финансовой поддержки. Это хорошо известно экспертам Силюма. Банда Пяти, избежав столкновения с жнецами, сейчас использует остатки своих средств, чтобы привлечь к строительству британского устройства лучших специалистов и добыть лучшие материалы. При этом они считают, что финансируют строительство нового реактора, так как существование устройства хранится в строжайшем секрете. Ага, типа никто ничего не знает. Ладно. Так, что у нас из Альянса добавилось? 103-е подразделение морской пехоты. Так, ну ладно, я уже не буду читать, друзья. Отряд Зета. Курсант-обиотики Грессомской академии. К нам еще присоединились. Так, и Кали Сандерс. Первый лейтенант Кали Сандерс стала членом директората Грессомской академии, когда расставшись с военной службы, когда нападение Цербера на академию было отражено капитаном Шепардом, Сандерс присоединилась к инженерам Альянса, создающим протеанское устройство, чертежи которого были найдены на Марсе. В прошлом она работала системным техником, изучая искусственный разум, что сейчас помогает разбираться в сложных системах обратной связи управляющих энергоотдачей оружия. Так, учащиеся Грессомской академии были спасены, объединились вокруг Сандерс. Дэвид Ачер. Еще один спасенный ученик Грессомской академии, который теперь работает над устройством. Несмотря на молодость, Дэвида и его теория межзвездной кросс-модуляции принесла ему уважение ученок за действительную правилость. Как хорошо, что мы его спасли. Не, ну, было странно его не спасти. Я его до сих пор помню, мне до сих пор жутко это вспоминать. Джек. Радная, известная как подопытная ноль. Отдаренный биотик своего времени. Так, ну, про джекто мы тоже все с вами знаю, поэтому сильные тут зачитывать, зачитывать не буду. Окей, вот, отлично. Фух, передохнем немножечко. Примарх. Что-нибудь новенькое есть, ситуация была. Нет. Это все. Конечно, командор. Понятно, как это. А зачем ты вообще нам тут нужно? Ладно, ну, что ты дадишься? Интересно, джек на своем месте? Она вообще у нас? Когда война закончится, надо будет покататься с теми, кто халявил, пока мы проливали кровь. А, да, отличный план. После одной войны надо сразу начать другую. Хе-хе, это вы тут кровь проливали? Ну, ладно. Шепард, да иди, это просто решетка. Так всегда что-то буксует. Так, Келли. О, нет, ты не Келли. Капитан, пришло шифрованное сообщение от Миранды Лоусон. Я говорила, что должна быть Миранда. Вернее, мне говорили. А я уже подумала, что меня обманули. Так, ты не Келли. Черт возьми, как жалко. Говорят, все из Грисонской академии добрались нормально. Мы бы не узнали о них, если бы ты не поймала сигнал бедствия. Хорошая работа. Спасибо, капитан. Капитан. Капитан, улыбнитесь. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Переслана, переслана, переслана. Так, Хакет прислал нам письмо от Кали Сандерс. Спасибо. Кому? Стивину Хакину. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в академии. И капитан Хакет согласился прислать вам мое письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, и я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект. Самый сложный из всех, что я видела. Самые технические подкованные мои ребята стараются, чтобы принять участие в проекте, и когда я вижу, как они работают. Вот за кем будущее, капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это будут вас. Наилучное пожелание Келли Сандерс. Сначала надо выжить, а потом уже благодарить. Миранда Лоусон. Капитан, я слышала, ты остаешься с альянсом. Могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать себя. Нам надо поговорить лучше вживую. Меня найдешь на цитадели в доке Д-24. Миранда. Понятно. Звание спектра. Подтверждаю. Ах, Эшли стала спектром. Капитан, он действительно сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. И я приняла его. Я спектр. Поверить не могу. Все кругом рушится. Значит, теперь хоть что-нибудь это должность. Да, там власть, ресурсы, свобода. Но не знаю, короче. В общем, ты понимаешь, если будет возможность навести меня в больнице. Меня все еще держат там. Но я планирую скоро улизнуть. Эшли. 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 Ли Эшли. Или это Эшли. А, да. Я заговорилась. Я так это себе язык разминаю. Потому что что-то как-то какое-то легкое закостенение чувствуется. А может даже нелегкое. Так. Джокер. Джек стала инструктором. Наверное, любой, кто обидит кого-то из детей, превратится в мокрое пятно на полу. И на потолке. О, еще и Цербер напал на Академию. Для нее же это как праздник. Хорошо, что детей удалось спасти. В любом случае. Они пустили в ход впечатляющую биотику. А это хорошо, нам бы пригодились биотики тяжеловеса. Да им бы пошло на пользу. Биотиков все время притесняют. Может, если они спасут галактику, люди станут относиться к ним лучше? Не знал, что тебя это волнует. Просто я устала от того, что из-за них все забыли о простых инвалидах. Я ломаю ребра, если чихну слишком сильно. Умение двигать вещи силы мысли. Да, короче, тебе нравится эта идея. Так, Сузи. Приятно знать, что Джек все еще жива, несмотря на вторжение жнецов. У меня сохранились забавные воспоминания о том, как она пыталась вносить справки в мои доклады. Большая часть обыграна неуместным словом. Конец. Очевидно. Немножечко другое. Это было слово, Сузи. Здрасте, Шепард. Ну, все, хана тебе. О, хана тебе, Джокер. Сузи у нас неотразимо. И в бою она вообще вау. Она вау у нас в бою. Ладно. Короче, здесь мы побывали. Давай-ка пробежимся сначала по нам. И давай в каюту капитана. Что у нас нового? Ну, вообще-то у нас должна быть автоматическая кормушка. Кормушка. Но я все равно нажму на клавишу. Все живы? Да. Ладно. Здесь у нас... А, мы там нашли какую-то броню. Комплект брони. Брони. А, нет. Цербер и такая. Так, шлем. Мы не какой-то новый шлем не нашли. Во. Мнемовизор. Все он дает. Время восстановления умений. Урон от умений. Забавная вещь, но все равно глаза хотелось бы видеть. Ладно, не будем мы применять никакой мнемовизор. Так. Кинаша. Совет Сейроса. Какая интересная штука. Урон от умений она дает нам. Нет, кинашу я оставлю. Так, что у нас на плечи? Эн. Аромакс. Так, нет. Так, рукавица. Все те же самые, да? Ноги. Кене Хидар. Так, что он... Ну, вот Энс 7, конечно, увеличение здоровья и щиты. А это здоровье меньше, но урон от оружия. Нет, так и оставим. Все. Сохранить, выйти. В одежке мы бегаем в этой. Никакая другая мне не нравится, которая тут есть. Я уже вам показывала, что есть. И личный терминал. Так, письма мы все прочитали, да? Так. И давай посмотрим, что у нас там со спутниками. А... Не понял. Вот я опять... Опять я напонул. Джек-то у нас будет? Или не будет? Или Джек опять в качестве помощи? Карус, Ляра, Чаквас. Педро. Так, знаешь что? Давай-ка мы сбегаем к Ляре. Кстати, я у Чаквас не могу нигде стырить панаселин. Нам одного не хватает. Отличная находка капитана на информационном терминале. Появились новые данные. Так. Ляра. Странно было видеть Академию исключительно для детей биотиков. Разве у Азари нет школы для биотиков? В каждой школе Азари дети проходят курс биотических тренировок. И тем не менее, дети этой Академии очень впечатляют. Уверена, что Джек им гордится. То есть у вас это было как уроки физкультуры, да? Спасибо, что зашел. Ну, так. Звонок Кали Сандерс, Джек. Джек Сандерс, привет. Детишек смотришь? А, Джек говорит. Сандерс, привет. Детишек смотришь? Сандерс отвечает. Как они, Джек? Нормально, держатся надолго. Это у меня аж дел до хрена. Сандерс, я хотела тебе сказать. Мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическим усилителем, который ты с детьми испытывала в Академии. Можешь забрать его на цитадели, Джек. Блин, это который L3X1. Ты представляешь, как я могу всем навалять, если такое поставлю? Кали, да уж можно представить. Береги себя, Джек. Ага, да, спасибо. Это того. Так, значит, биотический усилитель L3X1. Я все равно не запомню. Кали, Сандерс за Дэвиду Андерсону. Дэвид, это письмо ты получишь не сразу. Придется еще поискать на земле работающее экстра на соединение. Я добралась до того здания, которое мы строим. Устройство не готово еще и наполовину, но это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом дает мне надежду. Береги себя ради меня. Эх, романтика, романтика, а как же, как же без нее? Даже на войне. Вот так, улучшенные биотические импланты. А мы их откроем. Увеличение урона от навыков. Восстановление умений. Это нам обязательно нужно. Да. А, можно выбирать ту или иную. Скорость плюс 5. Щиты плюс 5. Скидка магазинов. Боезапас плюс 5. Закрыть. Теперь я поняла, как это работает. Ляра, точно? Спасибо за coming by. Ну, ладно. Все в порядке у тебя? Никто не мешает. Давай, пока. Так, Гарус. Я тебя не брал с собой, дружище. Но ты ведь занимаешься калибровкой. Худшее в этой войне видеть, как она действует на детей. Если им повезло, они выросли, думая, что галактика милая, по сути, место. Как подумаешь, мелкие погрешности, но в целом ничего. А теперь выходит, что все не так. А они вдруг узнали, что в темноте скрывается что-то, желающие уничтожить все им, что им дорого. Если они выживут, то превратятся в озлобленных сирот, ищущих ответы на очень сложные вопросы. Ох, Гарус, ты сейчас затронул очень сложную тему. И неизбежную. Похоже, мы снова обставили сербер. Думаешь, призрак увольняет лицеров за такие промахи, или просто к стенке ставят? Да, это так называемое послевоенное поколение, или поколение детей войны. Я отрочусь и жалел, что турянцев не берут. Грессонская академия всегда хотела рисовать, учиться. Теперь, если и рисует, то на стенках крови жмецов. Совсем то, зато жизненно. Давай попозже. Окей. Гарус, вот вы видите, реагирует на произошедшее событие. Так, так вот, Чаквас, мне нужно Чаквас, вернее, не она, а панацелин. И есть ли он у нее? По-моему, когда-то он где-то был у нее. Чаквас, дай панацелинчику. Панацелинчику-то дай. Доктор. Хорошо, что Гарус вернулся. Я предложила ему убрать шрамы, но... А, не кажется, ему дороги. А еще что? Приветствую, компентант. Привет, привет, доктор Чаквас. Так, так вот, здесь перераспределить умения. Вот. А здесь у нас бонусная. Не-не-не-не-не-не-не-не, закрыть. У нас сейчас бонус хороший стоит. Более того, я его прокачала, и как я его теперь сброшу-то? Так, Чаквас не дает нам панацелин. Мне так всегда казалось, что панацелин у нас останавливается, когда мы прибываем на Нормандию. А вот фиг вам. Ладно. Поехали дальше общаться. Так, Явик, инженеры и Диана. Давайте сначала сразу к этим инженерам забежим. Сузи не пилотирует Нормандию, она и есть Нормандия. Нет, она просто пассажирка Нормандии, совсем как мы. Этот корабль летел в космос, когда Сузи еще даже не создали. Данелли прав, Нормандия могла летать в космос и до моей остановки. Смотрите, Сузи, согласны со мной. Сейчас разум Сузи и Нормандия стали одним целым. Нельзя представить процессоры ядра ИИ на другой корабль. Инженер Адамс прав, формирование, формирующее мое сознание, процессоры распределены по всему кораблю. Смотрите, Сузи, согласна со мной. Но в отличие от Сузи, наши мозги не могут существовать отдельно от тел. Это потребность органика, тебе нужно расширить определение жизни. А, Данелли пилотирует Нормандию, и ему для этого не нужно тело, Сузи. Когда Сузи оправляет кораблем, она становится просто пилотом, как Джокер. Сузи не пилотирует Нормандию, она и есть Нормандия. Нет, она просто пассажирка. Так, вы... Алло? А, надо было кого-то поддержать. Я видел тело Сузи, его изгибы, округлости будут поприятнее, чем корпус Нормандии. Что ты думаешь, Сузи, если что-то кроме ваших... Черт возьми, она сейчас взорвет мой мозг. Данелли, с какой-то балансировкой иногда убиться можно. Энергосеть чего-то там в штатном режиме. Инженер. Короче, я так не поняла, получилось, что я кого-то поддержала из этих товарищей, нажав куда-то. Я думала, что с ними надо поговорить, а не поддержать. За этой кучей текста я ничего не рассмотрела. Опа. Явик, а что ты тут делаешь? Капитан, я изучала ваш корабль. Удалось найти что-нибудь интересное. Здесь жила член вашей команды. Я чувствую следы ее злости. Это Джек, она очень часто злилась. Но здесь по-прежнему остаются следы ее боли. Мне сказали, она пыталась отомстить Церберу. Вы помогли ей достичь цели. Надеюсь, вы сделаете это и для меня. По крайней мере, у меня каюта получше. Я вообще... Я сюда шла так просто, как говорится, по привычке, оббегая весь корабль. А ты у меня тут торчишь. Я Вик. Со времен войны со жнецами мы могли учить своих детей только искусство. Только глупцы оплакивают утрату иллюзий. Она неизбежна. Галактика не милосердна к наивным. Капитан. Кабанда. Ладно. Явик. Что-то как-то ходит, такой осматривает все, ощупывает. Женский туалет, его не пускается. Я правда не пускает, между прочим. Вот и я века не пускается. А то он там нащупает. Черт знает, что начнет думать о людской цивилизации. Да и не только в туалет. Вообще, вот в личные каюты я бы его не пускала. Все-таки у каждого человека должно быть что-то свое. Ой. Что у тебя тут так дымно? Ты тут проветриваешь, что ли, Явик? Ладно. Так, и здесь он. Срочные новости. С орбиты уничтожен город с 4-х миллионным населением. А Далаиды больше нет. Новая запись земли демонстрирует намерение жнецов атаковать крупные промышленные центры. Какой город станет следующим, смотрите, космическую войну. Ой, слушай. Комендар. Ладно, пусть будет. Она там какие-то плюсы нам приносит. Но на самом деле, ну, очень мне хотелось бы иметь репортерсу на борту этого самого. Вот прям вот. Не очень хотелось бы мне ее иметь. Итак, станция модификации. Угу. Угу. Хотя, подожди, подожди. А если мы тебя уберем? 2% Так и есть. Да, снайперки мне не хватает. Мне не хватает снайперки, чтобы стрелять этим гаденышем. Багаденышем. В... Дындочку. Так, да, тяжело думать и говорить и делать что-то другое. Короче, чтобы ачивку выбить, чтобы выстрелить этим щитовиком. Между щитов. Так, может быть, мне убрать вот эту вот, а оставить вот эту. Потому что это все-таки пистолет-пулемет. Таким фиг, что выстрелишь. А вот оставить себе хищника, например. Что-нибудь я глядишь и попаду. Давай так и сделаем. Вот, может быть, как-нибудь мы потом себе сможем все-таки снайперку там поставить. Так вот, улучшение оружия. Давай-ка глянем. Есть у нас тут что-нибудь? А, это улучшение. Второе. А, это улучшение. Это то, что у нас есть, и то, что мы можем улучшить. Сейчас, окей. Гадюка. Стоп. Похоже, я сейчас опять буду тратить деньги. Ну-ка. Собачка спит. Собачка хорошая. Собачка спит. Так, так, так. Как называлась эта штука у меня, снайперка? Гадюка, да? Давай мы это уберем сейчас. Оставим так. Запоминаем. 2%. Так, теперь. Пошли посмотрим гадюку здесь. Гадюка, гадюка, гадюка. 106 тысяч у нас. Ну, чего? Купим. Гадюка-то. Вторую. Закроем магазин. И посмотрим, насколько нам тут дало увеличение. А, 9 процентов. Скорость восстановления умения. Окей, хорошо. Гадюка-3. Купить. 4. Купить. Почему мы не можем сразу пятую купить? Купить. Так. 29. Эй. Что у нас тут еще? Испертанский излучатель. Защитник. А, мотыгу мы находили. Да-да-да-да. Вот что у нас новое. Ну, Адас вообще зверь. Зверь. Нам просто больше ничего не надо. Ну, 29. Ладно, пусть будет. Пусть будет. Гадюка. А нету у тебя здесь гадюка? Нету ли у тебя генетическую? Так. Удлиненный. Наносимый урон. А есть ли что-нибудь такое, улучшающее твой вес? Наносимый урон. Боезапас. Урон. Объекты. Точность. Ага. Хорошо. Хорошо. А это? Это урон на 5%. Так. Поместительность. Урон. Непонятно, что. Я сейчас смотрю по вот этой линеечке. Бронебойная, да? Ячейка занята. Ага. Так. Так. Может все-таки оставить. Ну, либо вместительность. Нет ничего на вес. Но ставим так. Вот. Опять потратили. Сколько у меня денег-то осталось? 87 тысяч. Ладно. Ничего страшного. Так. Кортес. Шкаф для брони. Давай с Кортезом. Капитан, мне ужасно совестно, что я бросил вас в Грисомской академии. Я приказал себе уходить. Мне от этого не легче. Я рад, что все обошлось. Сэр. Ты какой-то слишком нежный для армии. Так вот, Джеймс ничего не жалеет. Джек, конечно, тающий стер, но ведь горячий. Если кому-нибудь такое нравится. Ну, тебе-то нравится наверняка. Так, Андерсон и Сандерс вместе, а что хорошая пара. У твоего батя фамилия Сандерс совпадение. А у моего батя. Да? Эй. Привет. Ясно поговорили. Ну, вот. Так, собачка наша дрыхнет. Где я еще не была? Он не сдох случайно? Псата кормили, подзаряжали, в розетку втыкали. Или он на атомном реакторе. Так, инженерная палуба, жилая палуба были, боевой центр информационный и каюта капитана. Давайте-ка мы махнем в информационный центр. Так. Тейнер. Все в порядке, да? Окей. Карта галактики. Где мы находимся еще раз? И делать сохранение. Итак, мы можем выйти с орбиты Грисомской Академии. Нет, тут точно не надо ничего найти. Очевидно, нет. Ладно. Уходим. Куманность Петра. Подожди. А, я, возможно, зануда? Нет, здесь ничего нет. Окей, тогда ретранслятор. Млечный путь. Где Млечный путь? Как Млечный путь? А, это все Млечный путь. А где земля? Куда? Аида, гнездо, коршун. Так. Здесь вот у нас это... Угу, угу. Профессор. Здесь мы были. Здесь мы были. Пустоши Миноса. Дипломаты. Писки, крест. Давайте-ка на цитадель махнем. Так, и здесь у нас встреча не только с Лорак. Лорак немножко подождет. Стыковочка. Так, доки. Ммм, давай-ка в посольство. Да, командир. Сейчас вам объясню, почему посольство. Почему посольство? Да, потому что я хочу все-таки добежать до спектра. Вы нашли моего сына? Не, пока еще не нашел. Подожди. Подожди. Волосы. Я же нашел для вас эту фигню-то вашу. Государство людей. Или это были не те волосы? Эй. Вот, дипломат. Кажется, у меня есть обелиск, о котором вы говорили. Он ждет вас в отсеке D24. А, правда? Спасибо, землянин. Если ваш народ будет влечен в секретный проект, то близк непременно пригодится. Вдруг будет вовлечен, вдруг будет вовлечен секретный проект. Спасибо еще раз, землянин. Наша военная мощь очень мала, но мы гордимся тем, что делаем все возможное. Еще что-нибудь скажешь, дипломат? Ага, все то же самое. Ладно. Я просто помню этих волосов, но не тех. Не тех. Значит, понятно. Одно мы отдали. Так, это особо особо. Здесь мы никому ничего не должны. Бедная очередь так и стоит. Господи, прошло уже тысячи световых лет. Очередь все стоит. Вот что значит такое очередь, друзья. Вы жалуете, что вы там постояли пять минут в очереди. Вот. Смотрите и учитесь. Терпению. Галактическому. Спектры. Так, что у нас тут? Разрешение на доступ в цитадель. Кому опять? Инструкторы Грессомской академии попросили цитадель выделить в помещение для обучения молодых студентов, которые спаслись от нападения на академию, но еще не готовы воевать вместе со старшими студентами. Власть из цитадели найдут помещение для студентов, если спектр одобрит запрос. Да, конечно. Конечно, мы одобрим запрос. Отряд защиты цитадели. Вот. Нам теперь добавилось еще немножечко ресурсов. Итак. Натролева летели, летели. Здесь у нас всего много, но это нам не надо. Наверное. Так. Вот. Теперь. Чем мы еще займемся с вами в посольстве? Пока не началось. Мы, наверное, сходим к Кундине. Он хоть и неприятный. Неприятный. И Полит Матвеевич с тещу не любил. Чепард? Так и мы сундены. Мы с ним обо всем поговорили. Личное положение. Вы многих людей знали на Земле? Многих. Чудовищно, что они гибнут. Не спорю. Но меня больше волнует Арктур. Я должен знать. Я должен был знать большую часть парламента, альянса по именам. Об этом мы с тобой уже говорили. Да, 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 да. Следить за так, все в пустую и так далее. Ничего у него нового нету. Обо всем я с ним говорила. Вот. Просто какие-то мои посещения в эту самую... В цитадель мне пришлось перепроходить. А, вот как раз я вспомнила, что когда мы там упали с Шепардом, застряли в Астрале. Вот. И пришлось мне перепроходить. Так, особо мы ничего не нашли. Ладно, тогда поедем, знаете, куда? Мы поедем, наверное, к Эшли. Давай-ка в больничку, в больничку, в больничку. Посмотрим, сможем ли... Так, Равин. Все в порядке. Нам больше так, ага, поставки. Это мы ей отдали панацелин. Дальше. Тейн все еще здесь. Это хорошо. Это хорошо. Но где-то здесь в больничке был еще кто-то. Кому мы что-то, по-моему, могли отдать. Мишель. Это по поводу Эшли. Тейн, с тобой все в порядке. Здесь Шепард, я польщен. Ой, ну держись. Давай. У меня хорошие врачи. И сын регулярно посещает. Я не знаю, как с тобой связываться по экстранету. Мне приходится пролетать всю галактику для того, чтобы сюда попасть. Ну, не буду врать, естественно. Я сюда не ради него. О, в общем-то, прилетело. Но, тем не менее. Так, а что у нас тут новенькое? Есть что-нибудь? Вот, запас панацелина. Ну, давай купим. А, это просто увеличение запаса панацелина. А самого панацелина-то у нас нету. Эй, опять это мозгодробилка. Так, здесь нам, по-моему, никому ничего. Вот, 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 Азари. Я слышала, разговоры, Горисомской академии больше нет. Но там я нашла вот это. Нашел вот это. Вот, да, приспособлено к человеческой психологии. Но если немного модифицироваться, подойдут и для Азари. Это именно то, что нужно. Спасибо. Да, точно. Скажите матриарху Эдсити, что охранницы могут забрать улучшение в следующем отпуске. Нет, масштабирования прошли леков. Люди добились невероятного прогресса. Матриарх Эдсит. Эдсит. Так, тут пока что ничего никому. Отдали. Так, дадите панацелину. Не дадут. Мы. И это, и то. А не панацелин, жабет. Вот так. Тихо, спокойно. Что случилось? Полагаю, вы ищите прототипы? Вы нашли их? Благодарю вас. Эти импланты спасут множество граждан Альянса. Мы немедленно запускаем их в производство. Вот, возьмите это вам за труд. Опыт ты мне дал за труд. А что еще? Опыт дают за труд. Сам труд и есть опыт. Опыт не могут выдать. Думал, он мне дал кредитов. Ладно, спасибо. Но опыт на самом деле. Не купишь за кредиты опыт. Так, сейчас мы кашля. Зайдем, 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 зайдем. Зайдем, зайдем. 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 Я тороплюсь. Я тороплюсь. Я в дороге, я в пути. Это бедно. Все ему еще хотят футировать ногу. Тут никого. Эшли. Спектор Эшли. Ты еще не сбежала? Привет, Эш. Градь себя видеть, здоровый. Да. Все нормально? Да, вроде бы. Кстати, я приняла предложение Ундина. Да я читал. Спектор, поздравляю. Мелочь по сравнению с тем, что ты... Что ты натворил? Как-то она не рада, похоже. С тем, что происходит. Ну, это да. Ты готова к такой ответственности? Пока еще не верю, что это правда. Наверное, нужно привыкнуть. Я не знаю, какие у меня будут обязанности, пока все слишком неопределенно. Что ты об этом думаешь? Да я думаю, что ты правда заслужила. Ты прекрасный солдат с отличным послужным списком. Ты это заслужила. Спасибо, когда ты такое говоришь, это много значит. Он сказал, что будет еще официальная церемония, когда меня отсюда выпустят. А потом? Не собираешься вернуться на Нормандию? Обязательно. Что еще я могу сказать? О, отлично. Тебе уже лучше? Я в порядке, если забыть о куче бумажек, которые на меня навалили доктора. Извини, что я такая несобранная Шепард просто... Чем дело? Получила весточку от матери, они успели выбраться, все живы. Ну, слава богу. Хорошо, все бы новости такими были. Да, действительно. Добралась твоя сестра до Цитадели? Да, но ее муж погиб в бою. Мне жаль, Эш. Спасибо. Да, Сара не очень любила все военное. Мы были удивлены, когда они поженились. Ну разве можно сказать, это только начало? Ну как можно таким аршлахом быть? О, сколько же семей разрушили жнецы? Даже думать не хочу об этом. Иногда кажется, что надежды нет. Не вини себя за это, Эшли. Конечно, но я ведь ее старшая сестра. Попав в тиски беды, не дрогнул я и не застанал. И под ударом судьбы был ранен я, но не упал. Это откуда? Это непокоренная Хенли, один из любимых отцов дурацких поэтов. Речь о том, чтобы не сдаваться. Да, верно. Сестра хочет выступить у Мемориала. Ничего необычного, просто сказать пару слов о семье. Будет непросто. Держи меня в курсе, ладно. Хорошо. И спасибо, Шепард. Она сказала, не будет непросто, а надо быть сильным. Вот, а не будет непросто. Да, Эшли. На, здесь тихо. Удивительно, что тут штиль, когда такое творится. Не терпится, снова в бой. Отличный вид. Я там видела несколько мест, которые мне хотелось бы посетить. Это тихо. Так, ну что ж, ладно, Эшли. Тогда с тобой выяснен вопрос. Давайте-ка мы с вами, друзья, посмотрим данных. Кодекс, я не читаю, потому что иначе мы с вами утонем, утонем, утонем. И так. Поменьше у нас осталось, так, знамя полка и стабилизаторы нагрева. Это мы их еще не нашли. А вот знамя первого полка мы нашли. Дранника мы тоже не нашли, поэтому к волосу лучше не ходить. Ах, куда нам сходить? Мы сейчас с вами решим. Я так думаю, что мы с вами пойдем в доки и найдем там Эшли. Фу, Эшли, господи, Миранду. Вот, в бар мы не пойдем пока что. Посольство доки, зона хранения, док Нормандии. Давай-ка. Миранда, Миранда. Я прям шпант, как она выглядит, как она вообще. Очень интересно. Надеюсь, вас тоже это интересует. И все это мы с вами узнаем уже в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока. Пока-пока-пока.